В Екатеринбурге на объездной дороге, в том месте, где она развязно скрещивается с Луганской, в половине одиннадцатого часа утра гонка двух доморощенных стритрейсеров привела к массовому замесу с участием четырех болидов. Судя по записи, на объездной, весьма загруженной транспортом, закусились два пилота на Opel и на BMW. Как долго они гонялись, пытаясь опередить друг друга, не сообщается, но есть запись с регистратора желтого Opel, на которой виден финал этой гонки. Опелевод катился по среднему ряду. Соперник на бэхе его обогнал и поехал перед ним. Если бы это не была гонка двух гордецов, то пилот Opel просто сбавил бы скорость и спокойненько, без приключений, поехал бы дальше. Но он в этой гонке явно не хотел уступать, потому перестроился в левый ряд и пошел на обгон BMW. Но обогнать оппонента ему не удалось. Opel ударил бэху в левый бок и отскочил на попутный Ford в левом ряду. Бумер, в свою очередь, при боковом ударе ушел вправо и замолотил Kia, которая по лепестку развязки съезжала на объездную с Луганской. В итоге четыре битых иномарки. По данным ГАИ, обошелся массовый замес без пострадавших. А виновником ДТП гаишники назвали Апелевода. И хотя в гонке участвовали два болида, на решающий обгон приведших ДТП пошел именно Opel. В этот момент его пилот, судя по поведению, не думал о безопасности себя и окружающих автопилотов. Он думал только о победе любой ценой и потому проиграл. То есть и свой болид травмировал, и машину соперника, и еще два ТСа замолотил, которые вообще в этой игре в шашки не участвовали. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.